javascript файл, где мы будем складывать какие-то наши библиотеки, то есть мы можем внутрь библиотеки закидывать еще другие библиотеки, то есть помните, мы уже пользовались с вами определенными библиотеками, скачивали их и так далее. Допустим, JSON сервер, та же самая библиотека, которую мы скачивали и пользовались ею, то есть React это, грубо говоря, такая большая библиотека, в которой будут храниться у нас другие библиотеки, а фреймворки же, ребята, там уже записаны, там есть также свои библиотеки и есть уже готовая какая-то логика, и мы должны будем подстраиваться постоянно под эту логику, которая там записана. То есть там есть строгие правила, которые мы должны учитывать. А в библиотеке же мы как бы сами эту логику придумываем. То есть помните, мы придумывали определенную логику, да? С чего вообще начать, да? Смотрите, почему React чаще всего пользуются, да? То, что приложения, которые мы создаем с помощью React у нас работают в real-time, то есть то, что мы написали, какие-либо изменения появляются без обновления сайта. То есть первоначально он создавался для того, чтобы ускорить работу, ну, наших вот приложений, да, которые мы составляем. Что означает вот это для создания пользовательских интерфейсов? Это frontend-час. То есть помните, что я вам говорил? С чем взаимодействует любой обычный юзер-пользователь, когда заходит на сайт, да? Это frontend, помните? И именно React создает как бы пользовательский интерфейс. Ну, то есть для frontend-а. React создан для frontend-а. Ну, также, конечно, мы можем пользоваться им для backend-а, но вообще изначально он придумывался только для frontend-а. И что это значит? Он не переобновляется. Допустим, если мы зайдем на какой-либо другой сайт, я не знаю, давайте проверим что-либо. Так, давайте проверим вот этот, допустим, сайт. Если я сейчас буду у нас, ребята, смотрите, брать и передвигаться, допустим, ну, я нахожусь в главной странице, условно, да, какого-то сайта. И если вдруг я захотел, допустим, зайти вот частным лицам, видим, мой сайт переобновился, видите? То есть я делаю какие-то передвижения по моему сайту, и он у нас что? Обновляется, понимаете? А приложение, которое создан с помощью библиотеки React, когда мы будем переходить по остальным страницам, он не будет переобновляться. Почему это происходит, ребята? Смотрите, помните, когда, допустим, мы создавали какие-либо наши сайты, да, то мы создавали с вами многостраничные, условно, сайты, допустим, мы делали там тег li, потом этому li передавали внутрь тег a и писали какую-то ссылку на наш новый html файл, помните, да? Здесь же, ребята, в React у нас будет лишь один html файл. То есть это еще называют SPA приложением. SPA, давайте веб. То есть у нас вот single page application, то есть это у нас веб-сайт, созданный с помощью, ну как бы, созданный внутри одного файла, внутри одного индекса html, понимаете, да? Внутри одного индекса html, и поэтому, когда мы, допустим, переходим по каким-то страницам или еще куда-то, да, наш сайт не переобновляется. Почему это является преимуществом, чем от других? Смотрите, допустим, представим себе, что у вас не такое хорошее соединение с интернетом, верно? И, допустим, с одного, допустим, вы зашли на сайт, прогрузили его в хомпейдж главную и решили перейти, допустим, на другую страничку. И вы опять по новой загружаете новую страницу. Но в случае же, когда мы создаем single page application, то мы изначально прогружаем весь наш сайт, понимаете, да? И он уже у нас загружен. И когда мы переходим по другим страницам, то наше приложение все еще работает корректно. То есть оно занимает намного меньше времени загрузки какого-то материала, да, наших данных, чем в том случае, если бы мы создавали другой html файл и загружали. То есть в том случае, когда вы создаете много html, вы открываете новую страницу заново и прогружаете ее. А в первом же варианте вы с самого начала зашли, с самого начала загрузили ее, все. Поэтому оно работает у вас намного быстрее. Понятно? То есть вы должны запомнить, что у нас React, это мы с помощью React будем создавать single page application, то есть одностраничный сайт. Ну, как бы, условно, он будет создан на одном html, но у нас будут всякие переходы по новым страницам, как бы это будет у нас выглядеть так. Но в чем будет различие в том, что, видите, здесь ответить html идет. Здесь же мы будем изменять, как бы, грубо говоря, вот эту ссылку. И при изменении вот этой ссылки у нас будет как бы новая страница появляться, исчезать и так далее. Понимаете, да? То есть у нас также будут новые другие страницы, все так же. Но при переходе на нее мы не будем переобновляться. У нас сайт не будет переобновляться. Он будет происходить, ну, просто переходить. Понятно? Как ее, посмотрите, можем сейчас, в принципе, изучить это. Обязательно, ребята, вам нужно будет вот эту вот документацию по React почитать. Ну, по мере прохождения темы вы должны прочитать документацию про нее. Смотрите, основа на компонентах говорит, что наш React основан на компонентах. Что это такое? Что такое вообще компоненты и так далее, да? То есть вы должны представить себе, что React, наше вот само большое приложение, это как пазл, условно говоря. Мы будем весь наш пазл, да, собирать по частям, по маленьким кусочкам. То есть мы наш сайт, в свою очередь, будем делить на вот эти вот наши пазлы, на кусочки. И в конечном итоге где-то его собирать. И в этом случае, когда мы все пазлы соберем, как бы у нас появится весь наш сайт в корректном виде. То есть понимаете, что давайте так сделаем. Я вам рисую, чтобы было понятно. Ой, онлайн. Диаграммс. Наш, наше приложение с React, которое мы будем создавать. Давайте уберем. Ну, представьте себе, что у нас будет вот это все наше большое приложение. Да? Представим себе. И мы будем его, то есть все мы знаем, из скольких частей у нас состоит сайт. Когда мы, допустим, в HTML записали, вот помните, я вам говорил, из скольких частей состоит сайт, из каких основных блоков, семантика какая была. Вот самое основное, вот шапка, это что? Хедер, отлично. Дальше что у нас есть? Мейн, супер. Дальше. Футер. Все, вот три части, из которых состоит наш сайт. Правильно? Хедер, мейн, футер. Верно? То есть у нас будет вот так вот, ребята, смотрите. Мы будем создавать вот так вот. Будет у нас хедер. Потом будет идти у нас, как бы, мейн. Верно? Потом будет идти у нас футер. Правильно? Мы привыкли, что наш сайт, как бы, условно выглядит неким образом. Верно? И там, допустим, мейн, в свою очередь, тоже делится на какие-то блоки, да? Внутри мейна что мы создаем? Еще раз. Дива, отлично. А еще до дива что мы еще создаем? Кто-то уже сказал это. Секции, секшен. Правильно? То есть внутри мейна у нас текст секшен. А уже внутри секшена это у нас какой-то там див и так далее, да? Что там мы пишем? Но в реакте же, ребята, это выглядит немного иначе. У нас будет главный, смотрите, у нас будет вот так вот, ребята. HTML один главный. Потом мы отсюда берем и... Так. Так, где мои фигуры, фигуры, фигуры. Мне не знаю, какая-то. Смотрите, будет она. Так. Погодите. Ну, грубо говоря, пусть будет вот так. У нас будет идти следующее. Это... Вот так вот. Индекс. JS файл. Понимаете, да? Вот. От HTML будет, как бы, помните, мы HTML привязывали к одному индексу. Верно? Здесь то же самое. Вот мы вот этот вот HTML связали с вот этим вот индексом. Потом, смотрите, в свою очередь, индекс же у нас JS будет состоять из такого главного, как бы, составляющего, как АПП. Потом уже этот АПП будет внутри себя иметь хедер. Потом идти, что у нас идет следующее. У нас идет тег main. И в этом случае у нас идет тег footer. Правильно? То есть, смотрите, у нас есть главный HTML. Он связывается с этим индексом. Этот индекс связывается, в свою очередь, с АПП. АПП – это как бы все наше приложение. Понимаете, да? В свою очередь, АПП – это все наше приложение. Состоит из трех частей. Правильно? Из трех блоков. Это хедер, мейн, футер. В свою очередь, мейн же, ребята, тоже состоит из каких-то блоков. Правильно? Ну, допустим, здесь будет вот так вот. Делаем вот так. Будет вот так вот идти. Секшен. Здесь тоже секшен какой-то. Понимаете? Потом, допустим, секция тоже на какой-то маленький блок делится. Здесь будет какой-то div. Понимаете? И в конечном итоге мы вот этот div соединяем с этим секшеном. Этот секшен идет сюда, этот секшен сюда. Хедер, мейн, футер идут в АПП. АПП идет в индекс. Индекс идет в HTML. В конечном итоге мы получаем сайт, который у нас создан корректно, но ветки у него вот так вот идут. Понимаете? И там этот div тоже может делиться, этот секшен тоже. Футер тоже может на что-то делиться. Хедер тоже может на что-то делиться. Но концепция у него такая, что мы видите, наши определенные части сайта делим на компоненты, то есть компоненты это вот этот вот хедер, это вот этот секшн, это вот этот див, то есть что-то новое, новый квадратик, новая коробка. Мы внутренне пишем какие-то наши данные и потом его соединяем где-то где-то у нас. Понятно? Окей, ребят. Итак, давайте теперь что? Давайте мы с вами сейчас научимся, как нам создавать React файл. Смотрите, ребят, для того, чтобы пользоваться React нам обязательно важно, чтобы у вас в ноутбуке был Node.js. Ну, у нас у всех есть, у кого нет, еще раз просмотрите. Вам важно, чтобы у вас был Node.js. Как его можно проверить, ребят? Если вы откроете терминал, видите, помните терминал, ребята? Вот этот вот, гид башкия, помним? Да? Правой кнопкой мыши, посмотрите, если у вас его нет, вам надо будет скачать гид. Нам нужно будет узнать, есть ли у нас... Посмотришь, у студентов у всех? Есть ли гид башкия? У всех, по идее, должно быть, мы гидом все пользовались. Нажимаем, и у нас открывается такой вот терминал, да? Гид башкия, ребят. Смотрите, мы открыли этот терминал, и нам нужно начать работу с React. Смотрите, здесь я нажимаю начать работу. Начинаем работу, и здесь, смотрите, нам нужно... Создаем новое React-приложение. Вот, мы видим, ребята, создаем новое React-приложение. И смотрите, у нас, ребята, идет команда вот эта. Ну, вам ее надо будет запомнить. Но это быстро вы ее запомните, смотрите. Гид башки через этот ад. Скачай этого, скачай гид. Все. Или этот. Ребят, давайте тогда смотрите. Окей, если нету гид, давайте так. Создайте новую папку. Назовите ее React. И просто эту папку загрузите к себе в проект, ребят. Пустую папку в проект. Просто загрузите. Потом откройте здесь терминал. Тогда этим терминалом будем пользоваться. В принципе, без разницы. И просто закиньте там в WS-код или... Теперь смотрите, ребят, закинули, да? Теперь откройте терминал. И чтобы как бы нам создать React-приложение, нам обязательно нужно пользоваться терминалом, ребят. То есть, вот этим терминалом или тем гид башке, в принципе, ребят, разницы не будет. Хорошо? Смотрите. Чтобы создать это React-приложение, нам нужно будет писать обязательную команду. npx create react app. Видим? Смотрите, ребята. npx create react app. Это команда, которая создает нам React-приложение. А то, что вы напишите следующим, это будет название вашего React-приложения. MyAppP это как бы название React-приложения. Название папки, в которой лежит React. Понятно? То есть, мы можем что написать? Пишем npx create-react-app пробел и название нашего React-приложения. Пусть будет это у нас React 1, я назову. Просто чтобы первый урок. npx create-react-app, только обязательно, чтобы все точно как здесь. Где тире, где тире, где пробел, там пробел. Учитывайте. И что, ребят? И нажимаем кнопку enter. Просто нажимаем enter. Фильм, у меня пошла загрузка. Давайте проверим остальные. Тире. Спасибо. 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 Так, смотрите, как только у вас загрузится, у вас в конце выйдет хэппи-хакинг. Если у вас все окей загрузилось, выйдет хэппи-хакинг. Ну, React, там, в зависимости от мощности устройства, интернета, будет грузиться какое-то количество времени. Если все хорошо и устройство у вас тоже, что нет хэппи-хэппи-хэппи, то будет... Это нужно, через пяти минут или больше. Как только вы загрузится, вам все выкидут хэппи-хэпи. Так, давайте задолжение следует... Спасибо. 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 Что нам нужно сейчас понять здесь, ребят? Вот мы скачали наше React-приложение, да? Да. Так, реакт, сейчас, у меня тоже реакт, ну да, смотрите, как мы вообще создали, да, ребят, мы создали реакт-приложение внутри какой-то папки, да, все, наверное, так сделали, создали папку, загрузили папку в AppStorm и там в терминале открыли и создали. Смотрите, сейчас у нас вот наш реакт, видим, вот наше приложение в папке реакт 1 находится, ну у меня, я сейчас, смотрите, нахожусь внутри чего? Я нахожусь внутри папки реакт, а внутри этой папки реакт, как бы, да, просто папки, у меня находится само реакт-приложение мое, которое называется реакт 1. Смотрите, ребят, чтобы запустить нам наше реакт-приложение, нам нужно использовать команду npm start, но, смотрите, скорее всего, у многих не получится запустить. Почему? Потому что мы не находимся сейчас в папке реакта, ну, как бы, в приложении реакта, мы находимся в папке, в которой лежит это приложение. То есть, смотрите, у меня вот она, путь, правильно? Есть папка реакт, а внутри нее реакт, приложение мое, верно? А сейчас, если мы посмотрим вот здесь вот, то я нахожусь лишь в папке реакт, мне надо зайти вот этот вот реакт 1. Я пишу сиди реакт 1, ну и там, в зависимости от названия вашей папки, опять же, сиди и название папки. Нажимаю enter, заметили, мой путь изменился. Теперь уже я могу писать команду npm start. Пишите просто npm и раз, раз. Продолжение следует... 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 Смотрите... React-приложение будет выглядеть вот таким вот... Ну, изначально оно всегда выглядит таким вот образом. Хорошо? Смотрите, давайте мы сейчас откроем редактор кода и просмотрим, что же у нас есть в этом приложении React, что мы скачали. Смотрите, помните папка not-modules? Зачем нужна была папка not-modules? Кто помнит? А, ребят? Папка not-modules. Папка not-modules у нас служит хранилищем для наших библиотек разных. Помните, мы пользовались библиотекой json-server, чтобы создать бэк-энд? Ну, db.json это файл мы назвали, а json-server библиотека была, которую мы скачивали, помните? И когда мы скачали json-server библиотеку, у нас появилась папка not-modules, помните? То есть, внутри вот этой папки not-modules будут храниться наши библиотеки, которыми мы будем пользоваться. Понятно? Потом, смотрите, у нас есть папка public. Давайте откроем ее и посмотрим, что вы в ней видите. Какие-то картинки, которые нам не нужны в целом. Манифест вам не нужно, робот тоже пока не нужен. И индекс.html. Смотрите, давайте мы раскроем этот индекс.html и посмотрим, что же здесь есть у нас. Ребят, а если вы посмотрите на этот лидер, индекс.html, то вы можете увидеть, что здесь. Что-то вам новое здесь есть или нет? Смотрите, в целом вы можете вот эти вот, видите, комментарии удалить, если хотите. Ну, если хотите, можете оставить. Они в целом просто нужны для описания вообще файла. Что-то здесь есть, ребята, интересно или нет? Отлично, видим not-скрипт. А еще что есть? Линки, да, какие-то много. Окей, хорошо, дальше. Все, да? Смотрите, ребят, в нашем баде сейчас что хранится? Мы же внутри баде весь сайт нас делаем, правильно? Что внутри баде сейчас хранится? Да, ребят. Что у нас есть внутри баде? Просто один div-side root. Видим? Больше ничего нет. Ну и есть тег no-script. Как вы думаете, кто-нибудь может знать тег no-script, для чего он нужен? Вообще, что это такое? Мы ни разу его не видели, правильно? Смотрите, а зачем нужен этот тег no-script? Я еще раз говорю, что мы, библиотека React, создана на JavaScript, на языке программирования JavaScript. И если устройство, с которого зашел пользователь, не поддерживает JavaScript, то будет работать вот этот вот тег no-script. То есть он нужен, чтобы оповещать пользователей, которые заходят на наш сайт, без поддержки JavaScript, то есть его устройство не поддерживается. То будет выходить unit to enable JavaScript to run this app. То есть вам нужно будет JavaScript, как бы использовать JavaScript, чтобы открыть это приложение. Понятно? То есть оно будет работать в том случае, лишь если, допустим, человек зашел, а у него не поддерживается JavaScript. Понятно? И у нас есть какой-то divs id root. Все, больше ничего нет. Теперь смотрите. Помните, я вам сказал, вот наш индекс один главный. Мы будем все сюда отправлять, в этот divs id root. Смотрите, ребят. Давайте мы зайдем на наш сайт. Я сделаю здесь просмотреть код. Нажму просмотреть код. И, ребята, если мы посмотрим, то смотрите, вот наш body, видим? Вот наш no script. И вот наш divs id root, видим? А внутри divs id root находится app, видим? Потом уже что, вот он хедер. Ну, здесь просто хедером, оказывается, все состоит. Ну, сайт просто такой. Но видите, как он идет? Хедер, app, divs id root. Смотрите, ребят, где это все находится? Это все у нас находится в папке src. Мы будем весь наш сайт создавать внутри src папки. Смотрите, что мы здесь видим, ребята? app, потом индекс и репорты. Ну, их можно оставить. В принципе, репорты нам можно удалить. В целом, мы, наверное, удалим их. Смотрите, ребят, самый главный файл здесь, вот это индекс.js. Видим? Смотрите, самый главный файл это индекс.js. Если вы посмотрите, ребят, то смотрите. Мы, вот смотрите, const root, видим? Const root. Пока импорты не надо смотреть, ребята. Вот const root равно react.dom create root. То есть мы создаем react-приложение, да, react-приложение из чего? Документ точка getElementByIdRoot. Видим? Понимаете? То есть мы внутрь нашего переменной root кладем вот этот вот div с id root. Понимаете? И уже внутри этого рута переменной мы создаем что-то. Видим, как это создано? Теперь, ребята, смотрите. В целом, что здесь важно нам сейчас? Мы можем взять и удалить абсолютно все, все здесь файлы, да? Кроме индекс.js. Окей, ребята? То есть, смотрите, вот этот вот app, смотрите так, вот он. css, app, app.js, 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 index.js, logo.svg, report, setup. Можем удалить. Просто удалить, ребята. Удаляем. Все. Внутри src у меня, ребята, должен остаться лишь один этот. Index.js. Все удалите у себя. Да. Оставляем только Index.js. Но случайно, ребята, не удалите вот этот вот gitignore package. Не трогайте их, они же не внутри src. Хорошо, только то, что находится внутри src. Окей? Кроме Index.js можно все удалить. Видка. Ага. Теперь, смотрите, ребята, что нам здесь важно понять? То, что React нам всегда будет давать ошибку, даже если мы поставим там точку или запятую где-то в неправильном месте. И наше приложение не будет открываться. То есть, смотрите, ребята, сейчас, если мы зайдем на наш сайт React, то у всех, наверное, выйдет вот такая ошибка, как у меня. И здесь нам ошибки говорят, где у нас что-то не то произошло. Первая ошибка, которую мы видим, она говорит, что модуль not found. То есть, он не может найти нам что-то. Он не может нам... Ошибка в том, что... Вот, смотрите, он нам показывает здесь шестую строку, да? И говорит, что can't resolve index.css. То есть, он нам не может понять. Не может найти. Смотрите. Индекс.css, который мы пытаемся сейчас подключить в наш индекс.js. Мы же удалили наш индекс.css, помните? Его сейчас нет. И мы, несуществующий файл сейчас, пытаемся добавить в наше приложение. Конечно, он будет давать нам ошибку. Поэтому мы индекс.css удаляем отсюда. Вот эту строку, где импорт индекс.css, мы его удалим. Если мы его удалим и зайдем к нам в приложение, то выйдет другая ошибка. Видите, та ошибка пропадет. Но оно нам выдает, смотрите, опять же, can't resolve app. Он не может нам найти app. Вот, видим. Import app from app. Мы пытаемся добавить в наше React-приложение файл app. Компоненту. То есть, компонент это вот такой вот какой-то отдельный файл. Помните, мы удалили app.js? И здесь мы его тоже убираем, ребята. Эту строчку сотрем. Нам выходят уже другие ошибки. Смотрите. Во-первых, вышла вот эта ошибка. Report retable. Мы его тоже отсюда удаляем, ребята. И вот снизу тоже есть report. Его тоже удалите. Вот здесь вот снизу, ребят, видим? Вот это вот. Тоже можете удалить. И если мы зайдем, у нас будет лишь одна ошибка. Ошибка 10.6. Десятая строчка. Шестой элемент, наверное, вот. Вот он. АПП. Его тоже отсюда, ребята, удалите. Окей. Все как у меня чисто. И теперь, если вы зайдете к себе в React-приложение, ребята. Видим? Оно само автоматически обновило. И оно у нас пустое. Мы очистили его. То есть теперь, в будущем, ребята, когда вы будете скачивать новое React-приложение, захотите работать, вы должны сделать то же самое. Все очистить здесь. То есть все, что здесь было, вот эти вот импорты удалить. Сейчас мы с этим конкретно будем разбираться со всеми импортами и так далее. У нас сейчас React-приложение пустое. Понимаете? Теперь, ребята, смотрите, вообще, почему мы пользуемся React-ом, да, почему он так хорош? Здесь мы начинаем писать уже, помните, мы писали, ребята, HTML-код внутри JS-а. Там H1 создавай, какие-то теги. Помните? Стили какие-то задавали. Здесь мы будем работать абсолютно то же самое. Мы будем создавать там H1, H2 и так далее. Но это немного отличается. Этот язык, как бы, ну, на котором мы будем писать, да, будет формат, как бы, назваться JSX. JSX-разметка. Понятно? То есть мы пишем внутри JavaScript-а файл не только логику JavaScript-а, да, перемены и так далее, но мы пишем также в нем. Можем писать стили, можем писать HTML-разметку. Понятно? То есть теги, какие-то стили мы здесь тоже можем писать. Пишется все так же, ребята. H1, там, и так далее, и тому подобное. Но здесь есть различие в чем. Единственное, что класс, мы будем писать классный. И все. Давайте мы создадим вот такой вот тег, ребята, H1. Здесь я напишу Hello World. Написали. И все давайте зайдем к себе на сайт. И у вас должен Hello World появиться. Да, ребята? Все так же работает. Другой какой-либо тег, допустим, создам тег P. Lorem 10. Видим, Lorem тоже здесь все работает. Кто помнит, что такое Lorem? Рандомные слова, да. Отлично. Проверим. Все появится здесь тоже. Все появилось. И房а. Это았어요. У меня desaf싼 здесь. Хорошо. окей ребята хорошо теперь смотрите что мы делаем дальше здесь помните я вам сказал что мы будем дробить наш сайт понимаете то есть то что мы вот здесь вот h1 там пишем это неправильно мы должны сделать вот что ребят смотрите вот создаем файл js файл смотрите внутри src правой кнопкой new выбирает javascript файл и называй его ребята аппп называй его аппп хорошо звали его аппп ребята enter а теперь смотрите ребят на войск они же экранного исходе россии нету да надо самим дописать я там же что в разметку и россии же тут тоже не работает правильно нам надо скачать до его расширение покажешься смотрите ребят вот мы создали аппп файл и смотрите аппп файл нам надо как превратить в реактовский формат поэтому кто работает на веб-шторме он может написать такую команду как россии и нажать там то на веб-шторме кто работает на войск коде вам надо будет сейчас экран скачать там расширение но надо будет писать вручную смотрите пишите первое импорт react from react потом пишите конст аппп создаете как бы функция аппп да и что-то внутри этой функции будет лежать то есть вот это вы должны будете написать сами а вот а а и и на и и и и и и 5 и 1 и и если 0 и Продолжение следует... 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 понятно работает появилась все нет все нет Продолжение следует... 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 Что это означает... Продолжение следует... 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 И то же самое вы должны сейчас делать. Создать JS файл для мейна и создать JS файл для футера. То же самое сейчас делайте. Небольшая верстка нас ждет. Давайте я сделаю то, что вам нужно было сделать. Я создам что здесь тег? Мейн создам. В этот мейн RSC я закину мой мейн. Смотрите, вот этот диф можно удалить. Верхний диф могу удалить. Потом здесь я приму этот мейн у себя. И сделаю то же самое с футером. Создаю футер RSC. Здесь я приму то, что у меня написано внутри футера. Потому что это у нас не тег, а компонента. То есть смотрите, когда мы пишем одиночный тег, ну, когда мы пишем, видите, тег, то он у нас здесь открывается, здесь закрывается. А если, допустим, у нас есть тег AMG. Видим? Так, нет, где у нас, допустим, тег AMG. Видим? Чтобы отличать компоненту от тега, видите различие? Тег же одиночный тег AMG, правильно? У него, видите, в конце идет, а у них с большой буквы написано. Не, у них тоже в конце, но у них с большой буквы написано. Видим? То есть, ребята, вы должны понимать, что мы сейчас, то, что вот здесь вот футер написали, мы откуда этот футер берем? Мы берем его отсюда, видите? Мы берем именно вот эту функцию, футер. Мы отправляем, так, здесь у меня что, у меня здесь должен быть футер, здесь футер, да, слово. Мы отправляем вот этот вот футер сюда, в аппп. Видим? Мы его принимаем с помощью импорта, футер, откуда? Из файла футер, и здесь мы пишем вот этот вот футер. То, что мы здесь написали, понятно? То есть, очень важно, чтобы компонента у нас, вот это вот, разные файлы, это у нас компонент. Если мы сейчас зайдем, наш сайт выглядит точно так же. Теперь, ребята, давайте мы с вами сделаем обычную верстку. Обычную верстку чего-либо. Давайте я зайду в Figma. Найду какой-нибудь сайт. И его сейчас мы будем верстать с вами. Очень быстренько. Вообще. Так. Какой бы нам сделать сайт с вами, а? Полегче, который поменьше. Так. Ну, давайте, наверное, что сделаем? Сделаем с вами вот этот. Просто покажу, как это у нас выглядит на реальном проекте. Смотрите, ребята. Вот у нас есть наш сайт. Правильно? Вот это хедер. Верно? В верхней части. Вот это уже идет main. Внутреннего секции. И вот он футер. Верно? Ну, плюс-минус. Давайте мы начнем его верстать с вами. Смотрите, как это у нас будет выглядеть, ребята, на реакте. Вот он наш хедер. Верно? Я это все могу здесь стереть. И пишу здесь тег. Хедер, как обычно. Как обычно создаю div с классом контейнер. Смотрите, ребята. Класс. Здесь пишется классный. Понятно? Классный контейнер. Потом дальше что? У меня здесь будет img. Ну, подождите. Сначала мы сделаем что? У нас будет div. Класс. Давайте так. Класс. Так, что мне не подсказывает? Класс. Так, у меня он почему-то перестали появляться подсказки. Ладно. Так, это будет у нас... Нет, нет, нет. Нет, есть класс. Должно появляться. Класс и так далее должны появляться. Так, хедер, бокс. Здесь у меня будет img. Здесь у меня будет что? ul, li, раз, два. Все есть. И что? И здесь у нас будет кнопка button book now. Давайте проверим у себя на сайте, ребята, что у меня появилось. Вот, видим? Появилось? Да, ребята? Ну, смотрите. Мы должны вот эту фотку скачать. Помним, как мы скачивали ее? Так, это она. Вот. Надеюсь, это... Да, это она. Смотрите, ребята. Ребята, вот я скачал фотографию. Загружу ее, допустим, в наш... Так, давайте сделаем вот что. Создадим, наверное, ребята, вот так вот. Вообще, в идеале, это немного по-другому создается. Ну, пока с вами будем пользоваться так. Создам папку image. И в эту папку image я закину эту фотографию. Видим? Теперь, ребята, смотрите. Если я в реакте попытаюсь сейчас с вами просто взять и вот так вот поставить ссылку на нашу фотку, image. slash image, то у меня, ребята, фотография не проявится. Ну, надо background сейчас изменить. Давайте так. Вот здесь вот пока дадим... Пока здесь сделаем. Style. Так, о чем? Давайте, ладно, отдельный CSS файл создадим. Смотрите, ребята, создаю CSS файл. Назвай его header. То есть, этот CSS мне нужен для header, поэтому я называю его header. Смотрите, ребята, теперь, чтобы подключить CSS здесь, в реакте, то мы пишем вот что, ребята, смотрите. Import точка, ой, кавычки, точка, слэш, header.css. Так мы подключаем наш CSS. Здесь я сделаю что? Здесь я, во-первых, моему header, сейчас давайте дам класс header, и напишу точка header, что, background, и заберу вот этот вот самый background здесь. Теперь, ребята, если я проверю, вот, видим, но фотографии у меня, видите, нету. Да, ребята? Как нам работать на реактив с фотографиями? Смотрите, ребята, здесь недостаточно просто написать путь. Мы вот то, что в SRC пишем, убираем кавычки, ставим блок кода, ну, фигурные скобки. И смотрите, мы фотографию тоже принимаем. Пишу, ребята, import, даю название фотографии, любое название, как переменной. Там назовем, что мы назовем, имидж 1, пусть будет, from, и указываю, какая фотография будет лежать внутри имидж 1. Что у меня здесь будет? У меня будет здесь имидж, слэш, вот эта фотография. Теперь здесь я пишу название моей фотографии. Называется он имидж 1, видим? Теперь, если я проверю, то у меня выйдет где-то ошибка, да? Так, что за ошибка? Ага, так. Так, а что он ищет? Вот, видим? Появилась, ребята, фотография. То есть, фотографии здесь, если мы хотим поставить фотографию какую-то, да, то мы должны сделать обязательно что? Написать импорт, дать название этой фотографии, допустим, любое название, имидж 1, и указать, ну, грубо говоря, это переменная будет, и внутри вот этой вот имидж 1 будет лежать фотография вот эта вот. И мы в имидже вызываем уже имидж 1, понятно? Ребят, то есть здесь недостаточно просто написать путь, как бы. Здесь нам обязательно нужно создать, как бы, хранилище для фотографии. Положить фотографию в это хранилище, и потом вызывать, как бы, вот это хранилище. Понятно? Теперь, ребята, обычные же стили задаем там. Какие-либо стили. Так. Что мы здесь делаем? Смотрите, вообще, в идеале здесь надо нам создать главный стайл, и этот главный стайл подключить к апп. Смотрите, import.slash.style. Здесь я пишу основные стили, наши главные стили, ребята. Это типа margin 0, padding 0, box sizing, border box, потом list style type none, text decoration none, потом контейнеру основные стили дадим. Путь будет вид с 1140 пикселей, margin 0, auto. Основные стили. Теперь, если я проверю, мой сайт уже немного преобразится. Видим? Ребят, теперь дальше смотрите вот что. Здесь мы пишем вот что. Отдаем обычные стили внутри хедера. То есть, что я здесь делаю? Здесь я пишу, посмотрю свой хедер. Мне надо хедер бокс дисплей флэкснуть. Здесь, ребят, смотрите. Хедер бокс. Дисплей флэкс. Justified content space between. Ой, space between. Align items center. Потом также с UL. Что это? Хедер бокс. UL. То же самое. Display flex. Align items center. Column gap. Расстояние между ними. Там 20 сделаем. Color light. Есть, ребята? То есть, та же самая верстка в реакте. И то же самое вы делаете внутри мейна. Только, ребят, смотрите. Внутри мейна у вас будут секции. Правильно? Секция это тоже отдельный JS файл. То есть, вы создаете тоже отдельный JS файл для секции. И здесь у вас будет вот так вот мейн. И здесь будет, грубо говоря, вот так вот секшен. Ну, он будет как этот. Ну, вот так, да, ребят? Понимаете, да? Вот так. Типа вот так. Будут разные секции приниматься. Там это будет секшен там. Там один. Вначале будем... Давайте пока так. Давайте три, четыре. Понятно? Ну, то есть, в зависимости от секции. Вот первая секция, вторая, третья, четвертая и так далее. У нас будет идти вот таким вот образом внутри мейна. Понятно? Ребят, так мы будем работать на реакте. Так. Продолжим верстку? Да? Давайте секциями разберю, как это у нас делается. Смотрите, ребят. Вот наш, как бы, хедер. У нас появился наш хедер, верно? Ну, здесь нам надо обязательно, конечно, дать этому хедеру высоту определенную. Там, какая у него высота. Вот так вот будет. Пэддинги. 18 пикселей, но 0. Потом дальше создаю, смотрите, ребята. Вот так вот. Секшен 1 назову. Здесь тоже RSC. Здесь этот div уберу, пишу section. Даю ему обязательно классный. Допустим, section 1. Container. И дальше работает точно так же. Что у меня в этой секции находится, ребят, смотрите. У меня, во-первых, здесь есть какой-то background. Скачаю этот background. Так, вот эта фотография у меня есть. Так, этот background я перекину к себе в image. Смотрите, ребята. Что у меня здесь есть? У меня есть img. У меня есть, пусть это будет h1. И у меня есть там что? Какой-то p. И у меня есть, ну ладно, эту мышку сами поставите. В принципе, я там скачивать не хочу. Сделаем, смотрите, что. Здесь я делаю то же самое, ребята. Фотография первая. Вот эту фотку надо поставить. Пишу import. Пишу import, пусть будет это img2 from . slash image, image 15. И здесь пишу img2. Смотрите, ребят, если я зайду к себе на сайт, у меня нету его. Видите? Почему? Потому что main у меня что? Принимает слово main, а он должен принимать вот эту секцию. Правильно? Значит, в main я захожу, пишу. Section 1. Проверю. Опа, видим, уже есть. Вот она, это лого, фотография. Смотрите, как задать background. Я опять же, ребята, создаю здесь style. Пишу section 1. Этот section 1 я куда? Import. Пишу здесь, верно? . slash. Так, точка slash. Section. Захожу в эту секцию. Можно хедер вот так и пока убрать. И здесь пишу что? Смотрите, точка sec 1, background, url, верно? И здесь просто ставлю фотографию. Image slash image 16. Проверяю. Появилось, ребята? Потом обязательно здесь что пишу? Center. Cover. Repeat. Пусть это так. И просто увеличиваю его. Сверху 178, вниз 268. Padding. 178 пикселей. 0. 260 пикселей. Проверяю. Получилось, ребята? Создается приложение. Потом обычный стиль. Что у нас там было? Я не помню. Text line. Center дадим. Вот так вот. Да? Там вот здесь вот где-то был у нас отступ. Я не знаю где именно. Здесь сделаем. Пусть будет так. Ну пусть будет типа так. Потом что? Здесь как обычно. Color white. Там. Размеры и так далее. Понятно, ребята? Потом, допустим, мне надо дальше делать. Верно? Я закончил. Ну вот условно секция закончилась. Правильно? Я создаю новый section. Вот он новый section. Создаю его здесь. Опять создаю что? Section 2. Верно? Section 2. Здесь делаю что? RSC. Вот это div сотру. Напишу section. Так. Section. Здесь даю class name. Section 2. Потом, как обычно, помните, после каждого section мы всегда контейнер пишем. Верно, ребят? Контейнер. Здесь я его создаю. Там, что у нас тут идет? У нас здесь. Так. Это у нас будет, смотрите, вот как. Sec2 box. Здесь будет. P. С вот таким вот текстом. И здесь будет. Так. Делаем так. Sec2. Write. Здесь будет у нас опять же P. С определенным текстом. И будет. Button. Book now. Потом. Проверяю себя на сайте. У меня этого всего нету. Поэтому, что я делаю? Захожу куда? К себе в main. Здесь пишу что? Section 2. Принимаю. Проверяю здесь. Появилось, ребят? Появилось. Задаю опять же стили. То есть, мне нужно опять что создавать? Новый CSS файл для section. Этот section, что я потом делаю, ребята? Принимаю. Верно? Здесь. Import. Слэш. Просто section, да? Назвала это? Ладно. Section. Здесь пишу потом что? У меня здесь идет Sec2Box. Там Display Flex. Вот так вот. Потом. Ну тут нужны обязательно нормальные стили задавать. Что у нас здесь будет? Смотрите. Sec2 Box. Так. Делаем здесь Sec2 Left. Здесь у меня будет... Так. Давайте так. Sec2 Left. Здесь пускай он умеет ширину 30%. Потом тоже самое с Sec2. Right. It's тоже 30%. Здесь сделаем Justify Content Center. Line Item Center. Так. Вот так. Есть, ребята? Ну, более-менее. Ну тут, конечно, сами свои стили задать. Тут что у нас? Тут еще у нас должен быть Column Gap. Допустим, сделаем 70 пикселей. Между ними разница. Сколько? 40, оказывается, еще меньше. Там кнопки стили Sec2. Right. Button. Там, там, сколько у него... Что тут у него? Такие стили. Так. Цвет 107 на 42. Видс 107 пикселей. Высота 42 пикселя. Background. Background у него такой. Верно? Там, и что? У него цвет тут Color. White. Потом, отступ сверху у него есть. Margin Top. 41 пиксель. Там, border отсутствует, если не ошибаюсь, у него. Border. Есть, ребята? И просто от этой секции, отступ вверх, 141 пиксель. Вот здесь вот сделаем вот так вот. Точка Sec2. Fading Top. 141 пиксель. Есть, ребята? Понимаем? То есть, это та же самая завертка, которую мы с вами выполняли, да? Только мы, что, каждую секцию или какую-то часть отдельно дробим. Теперь, ребята, смотрите, кое-что интересное я вам могу показать. Смотрите. Ну, блин, тут у нас не бывает. Бывает так, что, допустим, у нас на сайте все кнопки одинаковые. Верно? Ну, вот. Есть, допустим, вот этот вот BookNow. Видите, да? Я ее постоянно где-то использую, этот BookNow. Верно? Поэтому мы можем создать ее как отдельную компоненту. Смотрите, ребята. Пусть это будет... Что это? BookNow. Компонента BookNow. Смотрите, ребята. RSC. Это у меня пусть будет что? Так. Button. Здесь будет типа слово BookNow, да? В принципе, без разницы. Ребят, тут ничего такого нет. Обязательно стили к нему задаем. Book. Ну, это на будущее. Если вдруг надо будет. Просто иногда так пользуется тоже очень удобно. Почему? То есть это вот так. То есть делаем Book. И мы должны сейчас этой кнопке задать определенные стили. Правильно? Какие стили будут у нее? Те же самые стили, допустим, что и вот здесь. Верно? Только Margin Top у него пока уберем. Делаем это вот так. Так. Здесь мы подключили. Теперь смотрите. Вместо вот этой вот кнопки BookNow я могу писать уже эту компоненту вызывать. BookNow. Видим? Если я у себя проверю. Видим? Это кнопка. И теперь, допустим, ну в хедере она, видите, другая. Но я могу в хедере зайти в хедер сейчас. Хедер.js. И видите, я записал BookNow. И ему пришлось задавать стили. Я бы здесь просто написал, допустим, просто BookNow. Так, и что она здесь принялась? BookNow. Ну-ка, сейчас проверим стили. Он еще не обновился, ребят. Надо немного опоздать. Он не обновился еще у меня. Давайте выключу по новой. PM Start. Сейчас загрузится по новой. Поехали. Так, что он не принимает, да, пока. Но он еще ждет. Ну, по идее, это так и работает. Видите? То есть, вот этот вот BookNow я откуда взял? Это мой вот этот вот button BookNow. Правильно? А, так, поводите. Ну, он еще думает. Он еще до конца его не переобновил, ребята. Поэтому он думает. Book CSS. А, здесь вот так надо, смотрите, button. Class name. Надо класс вот здесь вот задать ему. Давайте Book. И вот здесь вот в секции надо написать . Book. Вот, видим. Кнопка эти стили приняла. Но здесь они одного цвета, поэтому здесь кнопка стили эти приняла. Понимаете, ребята? Да? То есть, в целом, вы можете вот такие вот отдельные, допустим, части, да, компоненты создать. Ну, если вдруг это надо, создать в отдельную компоненту, закинуть ее потом просто вызывать. Впоследствии она у вас постоянно будет работать. По вершинке, ребята, вопросов нету, все понятно. То есть, мы просто берем, дробим наш сайт на мелкие куски и просто потом соединяем его где-то. Вот, видите, секшены я принял в main, main я принял в app, app я принял у себя в индексе, а индекс подключается от HTML. Все, и так я его собираю, мой сайт, и он у меня работает. Ну, переходы мы потом сделаем через, там есть React, Router, дом, библиотека. Когда мы будем переходить, то наш сайт не будет переобновляться. То есть, этим самым он и плюс. Ребят, все понятно? Тогда задание у вас такое. Сделать верстку нынешнего, вот этого вот македа. Акрам, ты скинул этот макед? В группе же нету, да? В вас же нету, да, в группе? У вас македа нет? Скинешь Акрам? В любую папку, просто папку имейс создал и туда закидываю картинки. Как угодно. Но вообще, ребята, вот видите, у меня здесь, видите, уже каша происходит. Да? Поэтому здесь мы с вами в будущем будем правильно это делить. То есть, у нас будет отдельная папка для хедера, отдельная папка для мейна, там, отдельная папка для определенных страниц, понятно, да? И мы будем внутрь этих папок хранить наши вот эти JS-файлы, CSS, видите? Видите, каша здесь такая. Ага. В один? В один? Поскольку это у вас является отдельной компонентой, отдельным куском пазла, то и для него, если вы его создали как отдельный пазл, да, JS, то для него тоже обязателен свой CSS. Но это просто общий спандарт. То есть, допустим, у вас же огромное будет приложение, понимаете, да? И представьте себе, что вот вы написали какой-то, ну, там, вы написали код, и какому-то программисту, не вам, вашему коллеге, нужно поменять там стили определенные. И представьте себе, что если все стили были бы написаны, ну, вы же писали, там у вас огромное количество строчек кода было, и вот он сидит, и заходит в главный стайл, и прикиньте, он рестает 10 часов, пока не найдет этот элемент. Но все равно это занимает время. А здесь, если он конкретно понимает, что, допустим, вот, мне нужно изменить вот эту вот кнопку, он видит, что это как бы секция, он заходит как бы в секцию, сразу же секшен, видит эту кнопку, и как бы этой кнопке задает сразу же стили. Понятно? Да, и вам самим будет легче с этим работать. Окей? В целом, ребята, вы можете не создавать, конечно же, столько этих CSS файлов. Вы можете все стили писать вот в этом вот главном стайле, и все стили, которые я напишу в главном стайле, будет работать и здесь. Но вам самим будет тяжело искать. Окей? То есть, лучше сейчас сразу же при обучении привыкнуть к тому, чтобы создавать, если вы создали компоненту, то для нее обязательно создать свой CSS файл и работать с ним. Окей? А сейчас нужно вам сделать верстку, ну, сколько сможете сделать верстку. Просто вам сейчас надо набить руку. Создавать, добавлять и так далее. А в целом верстка то же самое.